Всем привет! Привет! Сегодня мы будем тестировать очень популярное не только во всем мире, но и в Израиле, в частности, мороженое Ben & Jerry. Мы его до этого никогда не пробовали, тем интереснее будет обзор. И начнем с того, что ведем краткий экскурс, почему так это мороженое популярно в Израиле. Хотя это мороженое зародилось в Америке. Его создатели два давних приятеля Ben & Jerry, Ben Coyne и Jerry Greenfield. В целом ни Бен, ни Джон никогда в жизни не планировали заниматься мороженым. Чистая случайность была, они хотели денег заработать на грузовик, чтобы грузовик купить и грузоперевозками заниматься. И ничего лучше не придумали, чем скинуться, набрать капитал в 12 тысяч долларов и открыть маленькую кафешку по продаже мороженого. Они год продавали мороженое, и в итоге дела пошли настолько хорошо, что через год про идею о грузовике уже, конечно же, они забыли. И устроили так называемый праздник. Они решили отпраздновать годовщину своего кафе мороженое и устроили день бесплатной раздачи. Эта традиция существует до сих пор. В день рождения Ben & Jerry раздают его бесплатно. Дело в том, что в самом Израиле есть завод, владелец которого Ави Зингер, и он как раз занимается производством этого мороженого. До недавнего времени продажи этого мороженого в Израиле били на самом деле все рекорды. Но в 2021 году случился небольшой скандал. В свое время, да, я забыла упомянуть, что и Джерри, и Бен продали право владения компанией крупному гиганту Unilever. Случилось это еще, по-моему, в 2000 году. А в 2021 разразился скандал, когда Unilever пыталась запретить продажу мороженого Бен и Джерри на некоторых территориях Израиля, спорных территориях. Это был настолько громкий скандал, потому что часть представителей Книсета в Израиле тоже высказались на эту тему, пытались объявить бойкот. И тогда владелец завода в Израиле как раз вышел и сказал о том, что, объявляя бойкот данному морожену, они пытаются разорить предприятие, которое обеспечивает работой израильтян. И таким образом он обратился также к конгрессменам 35 штатов США, которые поддерживают антисемейские движения. И они осудили компанию Unilever. Часть из этих штатов даже пытались продать акции своего инвестиционного портфеля компании Unilever. Произошел риски область акций компании Unilever. И в итоге... Вот когда надо было акции покупать. В итоге, да, все дело кончилось тем, что просто Unilever продала свое владение акциями Бен и Джерри. Вообще свое право продавать Бен и Джерри в Израиле Ави Зимберу. Поэтому мороженое Бен и Джерри в Израиле продолжает продаваться на всех территориях. Так оно в Америке есть или нет? Да, в Америке есть, конечно. Но именно в Израиле есть собственный завод, который производит это мороженое. Поэтому давайте попробуем его, наконец, и решим. Давай посмотрим, какие здесь вкусы у нас вообще есть. Так, у нас сегодня есть специальная Netflix-серия. Здесь я вижу соленая окрошка. Соленая окрошка? Нет, соленая окрошка, карамель, брауни. Еще что-то. Ну и ванильное мороженое. Потом у нас есть печенье Oreo. У нас есть то, что так хотел попробовать Артем. Это брауни. Ну да, брауни это я люблю. Шоколадное мое любимое. Что тут еще у нас? Специальная шоколадная с орехами. Класс с орехами, это прям должно быть вообще очень вкусно. Да. И чизкейк с клубникой. Посмотрим. С чего начнем? Ну давай начнем с твоего брауни. Ты так его хотел попробовать. Давай. Открывай, предоставим тебе эту возможность. Да, брауни открываю. Я на самом деле очень большая фанат мороженое. Я обожаю мороженое. Это просто вот. Я могу его есть денно. Так, крышку. Крышка, да, чтоб не улетела. Давайте не будем загрязнять окружающую среду. Кстати, Бен и Джерри остались в компании и занимаются в основном маркетингом и экологическими акциями. Так, это надо куда-то сложить там, чтобы потом не забыть и мусор выбросить. Да. Я сейчас начинаю, пробую. Да, я пробую первый. Шоколадненькая. Подтаяла чуть, правда. О, смотри, тут есть, оказывается, не просто мороженое шоколадное. Тут прям вот. Прям реально куски брауни. Прям да, куски брауни. Печенье, дай. На секунду. Вон там есть кусочки брауни. Прям. Ой. Так, пожалуй, это я съем сам. Подожди, подожди, давай попробуем все остальное. С брауни мы уже все поняли. Ну, пожалуй, можно заканчивать съемку. Нет. У нас еще есть много способов, которые надо попробовать. Да, я предлагаю, Артем, пока. Ладно. Ты еще не объелся? Убедила. С чем сравнить? Это мы отставляем. Но это прям очень хорошее. Я предлагаю потом составить рейтинг. Сюда? Да. Окей. Теперь давай следующее. Я хотела попробовать вот это с орехами. Рейтинг можно уже не составлять. Брауни топ номер один. Честно говоря, он уженился так. Открываем. Я не могу открыть. Пожалуйста. Открывать это не твое. Оно просто чуть раскисло. Да, мы ехали сюда на автобусе. Кстати, зацените вид. Это одно из моих любимых мест. Это у нас шоколадно-ореховое мороженое. Я вижу тут грецкий орех. Давай, пробуй. Ты первая. Миндаль вижу. Подожди. Я забыла, как называется этот орех. Миндаль, грецкий орех. Пожалуйста, если вспомните, напишите в комментариях. Потому что я сейчас мозг себе сломаю. Тоже вкусно, но пока орехов я не вижу. Возможно, они где-то на дне. Дай-ка я пока варяюсь. Есть орехи. Да, действительно, прям кусочки орехов. Вот. Да тут не просто кусочки. Тут вот, не знаю, будет ли видно. Мне грецкий попался. Будет ли видно. Но тут вот прям целый орех. Попробуем. Вкусно? Огонь. Все, это уже не самое любимое. Да, возможно, брауни в рейтинге немножко опустится. Потому что это прям вообще. Так, дай сюда. Я еще не всех орехов наковыряла. Сочетание орехов и мороженое, я даже не думал, что это будет так вкусно. Я что-то большое отковыряла. Что-то там отковыряло. Кусок шоколада. Там кусок замороженного шоколада был. Там еще и шоколад есть? Угу. А, точно. Видишь тут? Ну, тут белый шоколад, например. Белый? Смотри. Да. Вон, посмотри. Угу. Кусок прям белого шоколада. Да. Даже нарисован. Это очень вкусно, ребят. Вот это прям рекомендуем. Да ты, я смотрю, что рекомендуешь. Ладно, переходим к следующему мороженому. И следующее я предлагаю попробовать. Ну, просто шоколадный. Почему ты все время предлагаешь? Ну, да. Я, кстати, его и хотела предложить. Просто шоколадный уже ели. Давай возьмем чизкейк. Чизкейк. Вот этот соленый Netflix оставим на... Да, давай оставим его на закуску. Угу. Окей, давай попробуем чизкейк. Открываем. Подержи мою огромную ложку. Я хотел взять столовую, чтобы съесть как можно больше. Так, крышку наберем. Так, вот тут. Надеюсь, это откроется полегче. Забирай. Это вам. Бумажки вам. Мороженое нам. Неравноценный обмен. Ну, давай. Так, это чизкейк. Клубничный чизкейк. Да, это пробуем вдвоем. Клубничный чизкейк. Есть ли там чизкейк? Я думаю, что должен быть. Мне нравится. О, тут что-то есть. Есть ли я что-то... Ну, это, честно говоря, на любителя. Я небольшой любитель фруктового мороженого. А я очень. Ну, если кому-то нравится, да, скорее всего, это понравится. Я не вижу. Есть ли там какое-то печенье. Да, есть и печенье, есть и клубника. Это очень вкусно. Напоминает, как дома готовишь, когда чизкейк. Вот, смотри. Прям кусочки клубнички. Покажи. Сейчас. Будет ли видно. Я не знаю, будет видно или нет. Есть печенье. Ну, вот прям кусочек клубнички. В целом, очень неплохо, конечно. Замороженная клубника. Тебе попалась? Ну, скажем так. Ну, ты не любитель шоколадного мороженого. Это наоборот, я любитель шоколадного мороженого. Да, что ты любитель шоколадного мороженого. Ну, давай отбросим, вот, если просто то, что ты любишь только шоколадное. Ну. Это вкусно? Вкусно, но сладковато на вкус. Чересчур сладкое. Это мороженое. Я понимаю. Ну, возможно, из-за этого я не люблю просто ванильное и фруктовое мороженое. Они для меня слишком сладкие. Тебе нравится горчинка с шоколадом? Да. Хорошо. Ладно, переходим. Переходим неплохо. Сначала мы попробуем все, а потом уже выставим рейтинг. Да. Теперь какое выбирать? Давай, выбираешь ты, я предоставляю тебе это право. В смысле, выбираю я. Это мы решили оставить солененькое на закуску. Остается у нас... Тогда у нас остается орео. Орео. Держи мою ложку. Попробуем орео. О, хороший у нас сегодня вид. Но мы сидим к нему спиной. Скажем так, у нас фон. Мы видим дома, гору Кармель и железную дорогу. И периодически, не знаю, слышно на камеру или нет, здесь проезжают поезда. Да, ваша большая ложка. Давай, пробуй ты орео. Ну, не думаю, что это будет чем-то вау, потому что мороженое с печеньем и шоколадной крошкой мы уже все, наверное, пробовали и знаем, как это. Тут прям реально куски орео лежат. Вот, я не шучу. Я вытаскиваю целую печеньку орео. Я хочу не на свинячек. Интересно, они его туда целиком кладут? Ну, вот прям, да. Видно ли? Я не знаю, это не очень видно, что это... Да, это вот прям... Ну, мне, естественно, не очень. Да, я тоже не любитель такого. Размякшее печенье. Я знаю одного фаната орео. Ну, вот прям можно показать, что вот тут просто лежит поломанное, местами очень крупно поломанное печенье орео. И оно подразмякло. Я даже пробовать не буду. Ладно, оставим его Леониду. Да, ребенок очень любит орео. Так, ну и гвоздь нашей сегодняшней программы. Специальная серия Netflix. Давай. Под Венздей, наверное, хорошо заходит. Держи. Я хочу взять бумажечки, придерживай. Давай ложку. Открываем. Мы тут уже изрядно обляпали стол. Тушечко. Ну, тем не менее, открылось нормально. Оно тоже не шоколадное. Итак, гвоздь сегодняшней программы. Вот так, чтобы его было видно. У нас тут соленый кренделек, карамель, брауни, пирог. Брауни? Да, брауни, вот. Ну, это прямо вообще интересно. Это, подожди, ты знаешь, как... Вот есть всякие японские или китайские мороженые, не знаю, с чем они там. С огурцами, помнишь? С зеленым горошком я пробовала мороженое. С огурцом мы ели тоже. С огурцом? С огурцом не помню, помню. Да, с огурцом тоже было. Да? Ну, может быть, я ела... Моя любимая была с зеленым горошком. Слушай, там какие только сочетания они делают. Вот здесь тоже. Да, все китайцы в Японии, они едят. Так. И чипсы у них там есть какие-то с разными вкусами. Да, чипсы я помню, мы ели в Китае. Со сладкими, с ягодными вкусами чипсы. Ну, так. Это как сникерс. Это реально, как будто ты ешь сникерс. Попробуй. Это не карамель. Это арахисовая паста. Арахисовая паста. Соленые крендельки. Да, арахисовая. Ну, вот этот вот соленый вкус, ну, что-то в этом есть. Нет, вообще, на самом деле, да. И вот тут кусочки брауни. Очень необычно. Мне кажется, что такое чувство, что я ем просто замороженный сникерс. Не больше, не меньше. Ну, серьезно, попробуй. Спасибо тебе, конечно, добрая женщина. Мы это вырежем. Добрая девочка. Необычно, необычно. Да, очень вкусно. Я люблю сникерс тоже. Поэтому мне прям понравилось. Мороженое, кстати, не дешевое. Вот такая баночка. Сколько здесь? Наверное, 500 грамм. 500 грамм мороженого стоит... В розничной торговле 19,90 шекели. Но часто бывают акции. Да, мы по акции взяли за 16 шекелей. Сколько это в рублях? Умножить на 20 по сегодняшнему курсу. Да. Ну, в целом, неплохо. Да. Ну что, давай составим рейтинг. Давай. Давай. Что мы поставим на первое место? Какой? Я полагаю, что победитель будет между брауни и орехами. Я думаю, что рейтинг у нас будет разный. Нет, почему? Давай составим каждый слой? Нет, давай. Давай. Хорошо, давай. На первое место я бы поставил все-таки орехи. Да, я бы тоже. Мне бы очень понравилось это ореховое сочетание с шоколадом. Шоколадное мороженое с орехами. Это прям вообще супер. Называется оно Нью-Йорк Супер Фудж Чанг. Давай. Пойдем, может, от худшего? Нет, от худшего. И построим башню? Нет, не надо. Так, окей, ладно. Итак, на первом месте мы ставим Нью-Йорк Супер Фудж Чанг. На второе место я, конечно же, ставлю брауни. Не, я согласуюсь. Брауни было, правда, очень вкусно. Чоколад Фудж Брауни. Так, на третье место однозначно, я думаю, пойдет Нетфликс. Да, серия с Нетфликс. Серия с Нетфликс. Прям очень даже... Как оно называется? Оно так и называется. Необычное. Нетфликс энд Чилд. Угу. Ну... Да, чизкейк на четвертом месте. Чизкейк поставим на четвертое место. И последнее место, так как мы не любители особо раскисшего печенья. Раскисшего печенья Орео, да, мы поставим его туда. Любители печенья макнуть в чай, возможно, оценят. Кстати, да, если вы любите макать печенье в чай, это мороженое вам понравится. Ну, в общем, так. Мы еще не взяли ванильное, но особо я не думаю, что это интересно. Ванильное мороженое. Да, просто ванильное мороженое. Нет, на самом деле вкусов у них огромное количество. Ну... Ну, вот эти пять нас, например, очень заинтересовали, и мы хотели их попробовать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, потому что мы собираемся обозревать все вокруг. И если вы планируете переезд в Израиль, если вам интересен Израиль, пока мы здесь, мы хотим по максимуму показать эту страну. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok